И вновь время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Нурсултан Азарбаев находится с рабочим визитом в Москве. Ельбасе прибыл в российскую столицу накануне, а уже сегодня запланирована встреча Нурсултана Азарбаева с Владимиром Путиным. Предполагается, что пройдет она на площадке ВДНХ. Там же первый президент нашей республики посетит национальный павильон Казахстана и примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня города. В эти дни россияне отмечают 872-ю годовщину столицы. В выходные в городе проходят концерты, мастер-классы, лекции, заплывы и даже театральные марши. Сегодня же в Москве стартуют и Дни культуры Казахстана в России. Звезды отечественной эстрады и кино также готовят для жителей и гостей мегаполиса свои праздничные мероприятия. Другим темам в октябре у школьного учителя выявили туберкулез. Инфекционное заболевание обнаружили во время планового профилактического осмотра. В настоящее время 60-летний педагог проходит лечение в областном противотуберкулезном диспансере. В Академии творчества два раза в неделю опытный педагог вел кружок физики и астрономии. Последние занятия проводил в начале лета. После каникул должен был приступить к урокам. Однако на плановом медосмотре у учителя выявили туберкулез. Сейчас состояние удовлетворительное, соответствует по тяжести. То есть это не тяжелое, поэтому лекарства переносит хорошо. Первыми тревогу забили родители учеников, посещавших Академию творчества. Санитарные врачи успокоили – форма заболевания не опасная. Несмотря на это, на лечение уйдет больше полугода. По данному случаю проведено эпидемиологическое расследование. Они определили круг контактных лиц, которым нужно пройти обследование. В плане заражения больной не представляет опасности для окружающих. Однако, несмотря на то, что санитарные врачи отчитались о проведении противоэпидемиологических мероприятий, в самой Академии творчества, где преподавал учитель, никаких сведений о заболевании своего коллеги от них не получали. На данный момент к нам на руки никаких медицинских справок о состоянии учителя не поступало. Мы узнали о заболевании из социальных сетей. При приеме на работу мы, естественно, проверяли санитарную книжку. Все было в порядке. Летом он был в отпуске. Кружок не работал. В данное время учитель на больничном. Сколько людей необходимо обследовать? В Управлении контроля качества, безопасности товаров и услуг ответить затруднились. По словам специалистов, проверять будут учеников Академии творчества. Наряду с кружком астрономии, педагог проводил уроки физики и в 12-й средней школе. Однако санитарные врачи оказались не в курсе этого. Наталья Салькова, Айнадин Молдабеков, Актубе, Хабар-24. В столице сегодня подвели итоги национального конкурса «Мерилет Пассе». 17 финалистов в этом году претендовали на звание самой образцовой семьи Казахстана. Определили победителя путем СМС и интернет-голосования, которое завершилось. Буквально накануне вечером наш корреспондент Индира Тикжанова с нами на связи. Индира, результаты голосования уже объявили или нет? Да, Растан. Результаты голосования известны. Самой образцовой семьей страны признана семья Тлигабыловых из Атаравской области. Бабушке этой семьи Аймеки Анапай, 83 года. Она обладательница подвески Алтын-Алка. Вместе с супругом они воспитали восьмерых детей. Сейчас у них больше 20 внуков и примерно столько же правнуков. Вот нам удалось сейчас буквально поймать представителей этой династии славно и поговорить. И заодно сейчас давайте вместе поздравим их с победой. Здравствуйте, поздравляю с победой. Пожалуйста, представьтесь. Я Асхат Турешула Тлигабыл, представитель семьи Тлигабылых, участников национального конкурса «Мерилет Пассе». Мы приехали из Атаравской области, Индийский район, села Испол. Какие эмоции переполняет? Супруга, да, наверняка ваша? Давайте ей дадим слово. Ваши эмоции какие? Конечно, мы сегодня очень счастливы. Мы счастливы, что, во-первых, мы приняли участие в этом. И вот сегодня среди 17 семей они все достойны этого звания. И вот спасибо всем, нас выбрали. Мы из Атаравской области, Индийского района, села Испол. Мы учителя. Дома нас ждет наша бабушка. Мы волнуемся, потому что здесь на сцене должны были стоять они, наши папа и мама. Именно они, благодаря им, такая большая семья. И удостоились такого большого звания, благодаря им, нашим родителям. Вот говорили о том, что вы педагоги, да? Супруг у вас тоже педагог? Оба работаете в школе, я так понимаю? В одной школе мы работаем. Ну, я думаю, что это победа не только наша победа, это победа нашего всех общих, общая победа. Победа организаторов, победа всех участников, начиная с районных, с стадии конкурса. Потому что то, что дали своим детям этой семьи, это должно быть образцом для молодых семей. А у вас, если не секрет, сколько детей в семье? Вот у вас родители, да, многодетная семья у вас? У нас в семье 5 детей, у меня 3 дочек, у нас 2 сына. То есть вы тоже, по сути, многодетная семья, да? И внучка. И внучка? Внучка годик. Вручили вам, смотрю, сегодня ключи от микроавтобуса, а вообще раньше какая-то техника дома была. Скажите, вот это тоже было приятной неожиданностью, наверное? Это, конечно, было приятной неожиданностью. Но сейчас техника дома есть. Но это автобус, все поместимся. Раньше мы ездили куда-то, на 2-3 машинах, сейчас на одной машине поедем, наверное. Что ж, я желаю здоровья и долголетия бабушке, и дедушке, вашим родителям. И еще раз поздравляю вас с победой. Спасибо. Спасибо вам большое. Арстан, я хочу добавить, что помимо победителей конкурсов, также вот благодарственными письмами, ценными призами в виде сертификатов на бытовую технику, наградили сегодня всех конкурсантов, вот как вы уже говорили, 17 семей из разных регионов страны принимали участие в конкурсе национальном мире, и 80% из них это именно выходцы из сел. В их честь сегодня сейчас состоится и праздничный концерт. Так что программа будет продолжена. А у меня на этом пока все. Арстан, вам слово. Что ж, поздравляем семью Тлехобыловых, желаем им, конечно же, успехов во всем. Но также поздравляем и тех, кто получил памятные призы. Они отчасти тоже победили. Пусть таких честных конкурсов, как Мерилет Басе, будет как можно больше. Спасибо. Индира Тихжанова нас информирует из столицы Казахстана. Продолжаем выпуск. Алматинская область вот уже несколько лет занимает лидирующие позиции по уровню аварийности и смертности на дорогах. И дело вовсе не в их качестве. Как показывает практика, в основном водители попадают в ДТП из-за простой невнимательности. Одни спешат домой, превышая скорость, другие за рулем не выпускают из рук. Пресловутые смартфоны, рискуя не только своей, но и чужими жизнями. Как полицейские пытаются снизить плачевную статистику, выяснял Адильхан Сахари. Эти кадры сняты камерами наружного наблюдения. Такие аварии случаются на дорогах области практически каждый день. Только за 8 месяцев зарегистрировано больше полутора тысяч ДТП. В них погибли 317 человек. Свыше 2000 получили различные увечья. Жительница Талдыкургана Асель Кусаинова лишилась ноги в результате аварии. Случилось это не на трассе, а в центре города, где скоростной режим не должен превышать 60 км в час. В ее такси врезался автомобиль, которым управлял пьяный водитель. Мальчик был не в трезвом состоянии. Угнал у отца машину, получается, они катались по городу. И вот тогда и авария произошла. В реанимации я была месяц, около месяца, неделю я была без сознания. Излишняя самоуверенность водителей сейчас подводит. Поэтому хотелось бы сказать, чтобы они задумались. Ведь они не только за себя ведут ответственность, а за окружающих. Алматинская область вот уже который год в печальном списке лидеров и по аварийности, и по уровню смертности в ДТП. И дело вовсе не в качестве дорог. По данным специалистов, 78% трасс области находятся в удовлетворительном состоянии. К примеру, около четверти всех аварий приходится на автобаны Алматы-Усть-Каменогорск, Алматы-Бишкек и Алматы-Кокпек-Коктал. На дороге, покрытие на которых считается одним из лучших в стране. Зачастую водители кто-то торопится на торжество или домой. Имеет место водителей утомляемость, значит, сон за рулем. А иногда они просто отвлекаются на сотовый телефон. Буквально доля секунды невнимательности оборачивается такими роковыми последствиями. Для пресечения дорожных правонарушений одних полицейских машин стало недостаточно. Стражи порядка теперь патрулируют трассы из воздуха. Вот красный автомобиль, совершая обгон в неположенном месте, едва не столкнулся со встречной машиной. Водитель Лихач настолько уверен в себе, что машет рукой вертолёту. К счастью, нарушителя вовремя остановили. Также для снижения аварийности на трассах республиканского значения стали устанавливать камеры видеофиксации и нарушений. Скоро планируют запустить аппаратно-программный комплекс «Сергек». Вот такие муляжи полицейских автомашин установлены на дорогах Алматинской области. Сдалека их от настоящих не отличить. Особенно в тёмное время суток, когда загораются фары и сигнальное громкоговорящее устройство. Ожидается, что до конца года будут установлены 20 таких муляжей. Ещё одно новшество – муляжи детей у пешеходных переходов. Увеличено и количество полицейских рейдов. Однако никакие меры не спасут от ДТП, пока не повысится культура вождения самих водителей. Адильхан Сахариул, Жасбайбусынов, Хабар-24, Алматинская область. К событиям в мире. Тысячи гектаров леса горят в австралийском штате Квинсленд. Причиной возгорания стала сильная жара. Власти объявили в регионе чрезвычайное положение. Они просят местных жителей собрать все необходимые вещи и покинуть свои дома. Напомню, в 2009 году в Австралии были самые масштабные за всю историю лесные пожары. Тогда они разрушили тысячи жилых строений и унесли жизни почти 200 человек. Тем временем разрушительный тайфун Лин-Лин обрушился на провинцию Джинцзянь на востоке Китая. Большая вода смыла дороги, затопила десятки домов, подземные переходы. В некоторых районах из-за наводнений временно закрыты школы и детские сады. Сейчас на месте стихийного бедствия работают спасатели. Они расчищают магистрали и помогают местным жителям. По прогнозам синоптиков, сейчас тайфун двинется к северу страны. Власти просят жителей этого региона быть готовыми к серьезным последствиям и соблюдать все меры безопасности. Индия не смогла посадить свой космический аппарат Викрам на поверхность Луны. Во время спуска на высоте 5 километров с ним была потеряна связь. Доставить модуль планировалось на высокой равнине между двумя лунными кратерами в районе южного полюса спутника Земли, который пока никто никогда не исследовал. Викрам должен был доставить небольшой исследовательский ровер Прагьян весом 27 килограммов. В случае успеха миссии Индия должна была стать четвертой страной в мире после СССР, США и Китая, совершившей удачную посадку модуля на поверхность Луны. В Украине детей с диагнозом ДЦП успешно лечат с помощью анимал-терапии. Спрос на этот вид лечения растет с каждым годом. Аида Хадырбаев встретилась со специалистами. Родителями узнала, как же лечат животные. 14-летний Володя не чувствует ни рук, ни ног. У него страшный диагноз – ДЦП. Мама больного мальчика вот уже 12 лет возит его по клиникам. В Киеве много реабилитационных центров, но специалистов мало, говорит Татьяна Васильченко. Он даже не мог раньше рукой показать. Мы хотим сейчас не выработать, а уже, скажем так, улучшить этот навык, чтобы он осознанно брал и рукой показывал то, что ему нужно. То есть ему тяжело контролировать движение. Увидели, он так с залетом делает это, показывает. Но нужно, чтобы он конкретно. Но это долгие, опять-таки. Мы надеемся, что уже хотя бы начало есть и будет дальше. А Виталий Ковалев – отец 9-летней девочки, которая страдает детским церебральным параличом. Виталий – основатель известного реабилитационного центра в Киеве. Особенность этого реабилитационного центра заключается в том, что помимо лечебного массажа, психологии, речевой патологии и тренажерного зала, здесь при лечении применяется канистерапия. И тут происходит какая-то магия. Дети начинают расслабляться, им радостно. Они приобретают необходимые двигательные навыки. И начинают происходить те моменты, которыми стремятся сидеть, ползать, вертикализироваться, ходить, делать первые шаги. Почему подключили анималтерапию, в частности канистерапии и ипотерапию? Потому что если ипотерапия детям заходит в радость, то это как отдельная лечебная физкультура. Дети в основной своей массе, в зале ЛФК, они протестуют, они плачут, они не хотят чего-то там делать. А когда они приезжают покататься, ну якобы покататься на лошадках, идет нагрузка на весь мышечный корсет, на вестибулярный аппарат. И это все проходит в радость, соответственно, это как бы вдвойне эффективнее. Дети с ДЦП в восторге от занятий с лошадьми. На наших глазах животное успокоило плачущего ребенка, заставив его смеяться. Полчаса оконной терапии обходится в 350 гривен. Это около 14 долларов. Но разве это много за смех ребенка? Гульнара Жендагулова, Аида Кадырбай, Сергей Качанов, Хабар-24, Украина. Будьте здоровы, не валейте. С вами был Арстан Балтин. До встречи, хорошего вам дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова